В этом году День Воздушного Флота отметили с размахом. Торжества проходили два дня и на обоих берегах Волги. 20 августа для ульяновцев распахнул свои двери Авиастар-СП. К субботу в Музее гражданской авиации, что рядом с аэропортом Ульяновск имени Николая Михайловича Карамзина, состоялось торжественное мероприятие, посвященное авиационному празднику. Поздравляя, глава региона поблагодарил сотрудников и ветеранов летного училища за многолетний добросовестный труд и верность выбранной профессии. Здорово, что здесь, на берегах Великой Волги, бьется горячее сердце гражданской авиации. Здорово, что здесь живут, работают и учатся люди, которые смело могут сказать о себе. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Именно здесь, в авиационной столице, в Ульяновске, воплощается в реальность одно из самых заветных желаний человечества – преодолеть земное притяжение и покорить небо. Лучшим из лучших Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Бориса Павловича Бугаева были вручены награды, в том числе российские. Так, приказом министра обороны Российской Федерации за высокие показатели служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленную при исполнении обязанностей военной службы, медалью за воинскую доблесть второй степени, награжден начальник учебной части военной кафедры подполковник Александр Кузнецов. Летчики пользуются спросом и в гражданской авиации, в последнее время в военной авиации. Выпускники нашей кафедры, тех, кто окончили военную кафедру, примерно процентов 10 уходят в военную авиацию. Как в транспортную, так и в дальнюю метро, даже в вертолеты. В тот же день, немного позже, уже в левобережье Ульяновска, на площадке, прилегающей к предприятию «Спектр Авиа», стартовал пятый по счету авиасалон. Территория аэропорта Ульяновск-Восточный было просто не узнать. Сотни машин на специально организованных парковках, тысячи посетителей. Все желающие могли посмотреть уникальную выставку авиационной техники, показательные выступления московской группы «Первый полет», одиночный пилотаж АГВП «Русь», вертолетов Ми-2 и Ми-8 спортивного клуба ЦСКА ВВС, прыжки парашютистов. А 21 августа празднование переместилось на аэродром в Белом ключе. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Субтитры создавал DimaTorzok